Миллионы счастливых лиц, тысячи профессиональных актёров, сотни фееричных постановок и всё это под одной крышей. То есть под одним куполом. 45 лет назад состоялась, как бы сейчас сказали, презентация труппы казахского государственного цирка. Друзья, нам трудно скрыть своё волнение. Мы воплощаем давнюю мечту. Казахский цирк выходит на арену в 70-м Ленинском году. Но строительство самого алматинского здания в 70-м Ленинском в самом разгаре. Его закончили спустя два года. И вот уже четыре с лишним десятка лет он открывает эти двери в мир детства и волшебства, а эти – изнурительных тренировок и бытовых хлопот. Но переступив порог, здесь предпочитают остаться навсегда. Такое – магический закон притяжения. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Цирк. От латинского слова «цекус» – круг. Место проведения народных зрелищ – прежде всего конских скачек и гонок колесниц. Гладиаторские схватки в цирках стали устраивать позже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К этим документам редко допускают журналистов. Уникальные чертежи уникального сооружения – оригинал. Пожелтевший от времени калька и рисунок туши от руки. А еще несколько увесистых томов тех документаций. Вот так создавалась история в деталях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Считается шедевром архитектуры, потому что здесь учитано все. Сложность представлял рельеф сам, потому что имеется уклон на 4% с севера на юг. И дальше вот на территории этого участка проходил овраг в свое время. И вот нужно было вот этот рельеф здания вписать в этот рельеф. Вписали. Да сделали это так органично и мастерски, что квадрат современных улиц Абая, Джандосова, Садпаева и набережная реки Есентай до сих пор остается излюбленным местом отдыха алма-атинцев и гостей города. Цирк очень сложный объект, поскольку многофункциональный. Тут и клоуны работают, и укротители, иллюзионисты, акробаты, животные. У всех своя специфика. Одному нужны лонжи, другому страховочная сетка, третьему канат, батут и хозяйственных помещений очень много. Вот когда мы смотрим эти проекты, здесь вот учитываются все-все помещения. Это только в бывшем Советском Союзе, да, вот такие строились дворцы, дворцы цирки, да. А на Западе нет цирков вот таких стационаров. То есть есть временные шапито или на стадионе оборудуют цирки. Только у нас. Многие архитекторы отказались брать на себя ответственность по разработке проекта. Еще больше отказались от проекта как такового. Ведь до сих пор нет единых норм и правил по строительству цирков. А он взялся и довел до конца. Владимир Зеликович Кацев признавался, писать программы по строительству пришлось самому. Вот цирк, если я вам скажу, что по сегодняшний день по циркам нет ни снипов. Знаете, что такое снипов? Да. Снипов, он до сих пор нет ни норм, ни... Ну, ничего нету по снипу. Я лично беседовал с Никулиным, с Кио, со стариком, с Запашным, со стариком. С Пальтером, Запашным. Да. Коники Тугановы. Вы понимаете? И для того, чтобы собрать материал, вы себе представили, трудно. Чтобы понять, как сделать лучше, побывал не в одном цирке. В первую очередь думал о маленьких зрителях. Кстати, до начала прошлого века цирк был развлечением, в основном для взрослых. Это потом поняли, что дети – самая благодарная публика. Проектируя цирк, Владимир Зелькович об этом не забывал. Там детей столько бывает. Туалеты – это, чтобы дети могли там пользоваться этими туалетами. Буфет, я когда посмотрел сочный цирк, сочинский цирк, Медуна стала. Там буфет, ну, в два раза больше комната. Антракт один – ходынка. Вы понимаете? Толпа народу. Пацан со своим полтинником подойти не может к прилавку. Так мы сделали 14 буфетов. Обратили внимание? И всегда подходит человек, берет мороженое, берет там стол. Оформлены прекрасные буфеты, где зритель может, напитки и прочее. Зритель может попасть еще через, мы называем ее, внизу, цокольный. Здесь вот первый, второй этаж. Цирк вмещает почти две тысячи зрителей. Это для стационарных цирков, это нормальный, это стандарт. Учитывал все. Каждую деталь, каждую мелочь. Выполнять распоряжение Совета Министров Казахской Республики не стал. Партийная верхушка требовала полностью повторить здание Ашхабадского цирка. Но это недопустимо, решил архитектор и создал свой проект. Уникально, что у нас в Советском Союзе очень много цирков было. И некоторые цирки, допустим, пять или шесть цирков по одному проекту делались. То Алматинский цирк, он делался индивидуальный проект. Советские цирки – одни из самых ярких футуристических проектов второй половины 20 века. Наиболее популярная форма в то время – летающая тарелка. Цирки в Казани, Екатеринбурге, Ашхабаде, Ташкенте, Ставрополе спроектированы примерно в такой форме. Лошади у меня в цирке. Вот конюшня по прямой. Она подходит к тренировочному манежу, разминается. Выходит на зрительский манеж и под удар хлыста уходит к себе домой после второй репетиции. Одна. А у других цирка, значит, на нее надо повернуть два-три раза. Это кидаются на нее барейтеры, кидаются на нее там прислуга, увихнутые руки, травмы и прочее. Там же лошади, жеребцы, знаете, какие цирковые. Вот. Это очень сложно все эти дела. Надо быть занудой и дотошно влазить. Но ему удалось. И в день рождения выдающегося Акына Джамбула цирк распахнул свои двери первым зрителям. Год 1972. Гостеприимно распахнул свои двери Алма-Атинский цирк. Передовая строительная техника и современная архитектура удачно сочетается с национальной формой. Сегодня премьера. Ювелирная работа масштабного проекта. Зал замер в восторге. Аплодисменты, смех. Год постройки 1972. Сооружение скомпоновано из двух частей. Здание цирка и примыкающий с юга одноэтажный служебный корпус. Вместимость зрительного зала 1768 человек. Высота амфитеатра 20 метров. Цирк поделен на 8 секторов. Количество рядов 16. Здание рассчитано на проведение всех видов цирковых программ, включая цирк на льду и водную феерию. Ну вот сейчас мы спускаемся в наше подвальное помещение нашего цирка. Здесь много разных историй интересных, которые мы сейчас вам расскажем. О! На посту вечный наш сотрудник, наша стража, так называемый призрак цирка. Пожалуйста, можете познакомиться. Вот у нас манеж, это отдельные несущие конструкции. И само здание, вот этот цилиндр, это отдельное, то есть автономное. Если, допустим, идет большая нагрузка, то есть воды или там таких животных, как слоны, отдельно вот вся нагрузка идет сюда. Но по тех спецификаций у нас на 1 квадратный метр 3 тонны рассчитано. Это наше манежное покрытие, потому что если вот слон становится на лапу, ведет уже, естественно, в одну точку большая нагрузка. А вот эти запаянные люки – ничто иное, как часть самых захватывающих и интригующих номеров Игоря Кио. Исчезновение, появление, превращение. Чем сложнее номер, тем проще его секрет. Наслуженные отчисты республики Кио! Исчезновение отчисты республики Кио! Архитекторы уже тогда учли технические моменты для цирковых артистов. В данном случае, ну, допустим, это на примере иллюзионных номеров. Вот люди могли исчезать на арене, проникать вот в эти люки, для зрителей это не видно. И буквально за несколько секунд уже зона переступается, арены. Вот здесь поднимается наверх, это уже закулисная часть. Сейчас найти на манеже, где расположены эти люки, практически невозможно. Вот смотрите, вот если обратить внимание, вот здесь небольшой каньончик, например, спаденька есть. Это как раз таки и есть люки. Исчезновение отчисты республики Кио! Не только цирковые номера совершенствуются, их технологичность тоже. От трех главных иллюзий, конечно, не отказались. Но как и куда исчезают артисты с манежа сегодня, пока держатся в строжайшем секрете. Размер арены во всех цирках всегда одинаков – 13 метров. Это требование установлено еще в XIX веке. Для конной вольтежировки и акробатики требуется, чтобы спина бегущей лошади была всегда под одним углом к центру манежа. От французского манеж – выездка. Впервые установлен в 1807 году в парижском цирке Франкони. За основу поверхности были взяты выровненные слои мягкой земли и красной глины. Сверху засыпали древесными опилками. В середине прошлого века это покрытие заменили на высокотехнологичное – толстый слой пористой резины. Довольно остались все – и люди, и животные. Это установлено преимущество для джигитов, когда бегущая лошадь. На ней стоит всадник, чтобы удобно было держаться на бегущей лошади. И в середине манежа стоит специальный артист с арабником, чтобы удобно было ему достать круг лошади. Это вот этот стандарт – 13 метров. Барьер также строился, чтобы было удобно лошадям. Высота должна позволять встать животному на барьер передними копытами, а задними – спокойно двигаться по манежу. Ширина же позволяет проскакать по ней рысью. А вот эта возвышенность, ее называют писта, невооруженным взглядом и не заметишь, сохраняет правильность наклона и темп бега лошади. Жалко на жиганга и роту! Укращение диких коней! А вот количество мест в стационарных цирках всегда разное. В первом проекте архитектора Акацева их было 2160, а уже после капитального ремонта сократилось – 1768. Зато они стали шире, мягче и удобнее. Количество рядов сохранилось. Их 16. Согласно рекомендациям Юрия Никулина. Если делать больше, то артистов почти не видно. И еще из цирковых секретов. В проходе, его здесь фурганг называют, спрятана одна важная деталь. Посмотрите наверх, вот где-то ребристые, ступеньки, это лестница, выдвижная лестница, где во всех цирках бывшего Советского Союза имеется такое интересное сооружение. И эта лестница выпускается, видите, вот по этим рельсам, давайте, вот это уникально, вот по этим рельсам спускается сюда вниз. И артисты все спускаются на манеж сюда, вот, выходят на манеж. Лестница за 45 секунд убирается, и могут идти и животные, и акробаты. Здесь вообще компактно и удобно. И не скажешь, что все может уместиться на такой сравнительно небольшой территории. Расчет и никакой магии. А ведь не отвергнув изначально проект цирка Ашхабадского, наш лишился бы львиной доли помещений. В цирке Алма-Атинском есть специализированные вольеры для разных животных, кухня для животных, кухня для гостей и персонала, гостиница, административный отдел. Функциональный тренировочный бонеж и даже спортивный зал. Ну вот сейчас мы зашли в наш прекрасный спортзал. Вот здесь у нас вот такие вот моменты. Занимаются у нас каскадеры наши, артисты, хобби. Вот здесь вы видите, вот блочная система у нас, также воздушный гимнастер репетирует, шведская стенка стандартная. Ну и вот старого образца железа. Как говорится, нет прекрасней одежды на свете, чем бронза, мускул и свежесть кожи. Их дает железная игра. И, конечно, главная победа архитектора Кацева – это создание уникального купола. В день открытия цирка газеты не скупились на лестные отзывы. Удивительный по своим очертаниям обриз белоснежного купола с вертикалью афиши на фоне заснеженных гор стал визуальной характеристикой всего градостроительного ансамбля. Вот так писали. Вот это у нас уличное, как говорится, пространство. Крепится купол вот такими большими железобетонными балками. Их по всему кругу вот такие вот держат. Вот это ребристая наша, видите, тоже уникальная, чаша. То, что я вам говорил, индивидуальный проект, оригинальная, выполнена, оригинально выполнена конструкция. И дело не только в декоре. Ребристая форма идеальна для защиты от перегрева в жаркие дни. Уникальный, индивидуальный наш Алматинский цирк. Здесь нет ничего случайного, а все детали просчитаны до мелочей. Сюда любят приезжать не только зрители, но и артисты. Известность далеко за пределами Казахстана цирк получил благодаря комфортабельности и компактности. Вот такой он закон притяжения. Здание Казахского государственного цирка входит в государственный список памятников истории и культуры местного значения города Алматы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова